Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже Гималая фирмы серии Anti-Pilling Everyday Big. Пряжа Anti-Pilling значит она менее кашлатится, чем остальные, скажем так, ниточки. Данная нитка является очень толстой, в 100 граммах всего лишь 80 метров. Вот она бы, я сказала, даже на ощупь такая чересчур мягкая и на вид вот такая глянцевая. Посмотрите, она имеет такой вот специфический блеск, как для пряжи. Производитель рекомендует здесь спицы 9 мм, я, честно говоря, вязала спицами 7 мм. Получается довольно-таки крупная такая вот вязка. Пряжа мягкая, интересная, я вязала из данной пряжи также шапочку для подпосессии, мишку. Вот, получается довольно-таки симпатично, вязала я крючком, если не ошибаюсь, тоже 7 мм. Вот, то есть довольно-таки толстенький крючок. Но, честно говоря, вот такую пряжу я не использовала именно для вязания конкретных вещей для носки на каждый день. Вот, честно говоря, я себе этого не очень представляю, но здесь вот на картинке нарисована вот такая вот данная модель. И, в принципе, здесь на ней, если не ошибаюсь, такие вот гетры, которые одеваются на такие вот ботиночки, то есть как носочки на ботиночке. И вот такая вот накидка в виде болеро крупной вязки. Ну, честно говоря, я не представляю в каждодневной жизни вот именно вот такое изделие. Вот, поэтому, в принципе, для тех, кто любит эксперименты, конечно же, пряжа вам подойдет. Но, почему я сделала обзор именно данной пряжи? Потому что меня очень часто спрашивают, из чего я делаю куколкам именно волосы. Вот, как раз-таки, та пряжа, которая идеально подходит для волос, когда мы вяжем куколки. Я пряжу вот эту ниточку, разделяю на максимальное количество ниток, которые она делится. Здесь ниточка хорошего, плотного, красивого кручения ровно. Вот, я отрезаю нужную мне длину и, соответственно, разделяю на локоны каждую ниточку. И уже у меня получается сформированный красивый накрученный локон, волосик. Вот, и, соответственно, делаю из этой пряжи. Во-первых, данный глянец способствует, скажем так, красивому виду волос. Плюс количество ниточек в пряже, если не ошибаюсь, здесь около где-то 80 локонов получается. Вот, соответственно, как вы поняли, уже из данного моточка выйдет где-то на 2-3 куколки по волосикам. Вот, в принципе, пряжа очень мягкая такая, нежная. И вот, как раз-таки, для волос, для кукол я ее использую. Если кто-то что-то вязал из вещей, пожалуйста, комментируйте, добавляйте. Мы обязательно посмотрим ваши отзывы о данной пряже. Вот, и, в принципе, что я еще не сказала, по уходу пряжа, как и все акриловые пряжи, соответствует, что ручная стирка не менее 40 градусов и нельзя гладить. Это обязательно. Так что, если будете экспериментировать, вязать какие-то вещи, учтите вот эти вот рекомендации по поводу ухода изделия или по поводу, скажем так, этой пряжи. Конечно же, не забывайте лайкнуть мое видео. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Всем хорошего настроения. Пока-пока.